В заграничных тканях теперь не пощеголять. Казалось бы, самое время носить свое, отечественное. Но производители одежды настроены не так позитивно, и дело даже не в подорожании. Я скажу, что даже у самых топовых брендов в России ткань не местная. К сожалению, мне кажется, местные производители не производят ткань. Вот у нас, например, есть Барнаульский меланжевый комбинат, но там ткань такая идет для спецодежды, либо для постельного белья. То есть нам вообще эта ткань никак не подходит. У нас исчезает белье, колготки, гольф и то, чего вообще для полных женщин никто не производит. И если так говорить, что там что-то сшить или что-то связать, можно там для этого. То вот белье, колготки, это ни сшить, ни связать, и это очень большая проблема. В два раза подорожали и швейные машины. Крупные производители и мастера шития договариваются о поставках тканей из Киргизии и Казахстана. Возможно, я вижу перспективы найти клиентов среди тех, кто предпочитал одежду более высокого качества. Потому что люкс тоже ушел с российского рынка. И, возможно, те, кто предпочитал более дорогую одежду, возможно, они обратятся к индивидуальному пошиву. Санкции коснулись и индустрии красоты. Цены на тот же пигмент для перманентного макияжа, говорят мастера, удвоились по сравнению с началом февраля. А среди оставшихся отечественных материалов выбор невелик. Конечно, хотелось бы в той же прогрессии поднять цены на услуги, но вряд ли у меня это получится. И, конечно же, я понимаю наших женщин, красоток, которые хотят оставаться в любые времена всегда красивыми. Я максимально долго буду держать свои цены, не повышать. А небо может стать недоступным. Американский Боинг, европейский аэробус и бразильский Эмбраер больше не поставляет в Россию ни запчасти, ни сами авиалайнеры. Есть, конечно, отечественные суперджеты, но это небольшой самолет на 103 места со скромной дальностью полета. С Москвы до Владивостока без дозаправки не долететь. К тому же некоторые запчасти на суперджет тоже импортные. Двигатель авианика является французская, то есть производитель корпорации Airbus. Если не будет поставок данных агрегатов и деталей, то производство самолета, я думаю, что невозможно. Отечественных двигателей на этот самолет в данный момент нет. Федеральные эксперты заявляют, что это удар по российской авиации, но в Барнаульском аэропорте нам ответили, что пока санкции на них не отразились. Все закуплено, все у нас, техника в наличии, все исправно, есть договоренности с организациями по ремонту. Все делается на территории России без проблем. А если что-то сломается, насколько я знаю, трапы у нас иностранные? Ну, есть иностранные, есть российские. Ну, пока не столкнулись ни с какими проблемами. Не можем даже никаких прогнозов делать. И действительно, делать прогнозы пока рано во всех сферах, от красоты до неба. Сколько еще продлятся эта безызвестность и подвешенное состояние, а также сколько времени займет импортозамещение по многим сферам, неизвестно. Анна Рашагирова, День с толком.